Всем привет! Сегодня у нас вольная вариация XXXTentacion. Я с прошлого видео из комментов прекрасно запомнил, что я произносил его неправильно. Moonlight. По большей части это будет вольная вариация на тему создания такой же мелодии по настроению. Вот такая вот сложная конструкция. Напоминаю, что меня зовут Стас. Вроде как Гарф Шпрот. И мы начинаем. Но перед этим, как обычно, напоминаю Cloud Rep 1.2. Недавно обновленный мой видеокурс, чтобы заказать. Напиши мне. Ссылка на меня в описании. Подробнее в конце видео. И мы начинаем. С чего мы начинаем? Конечно же, с того, чтобы посмотреть, что у нас за звуки. Omnisfera. Вот этот звук. Пресет называется вот так вот. И у него я отключил дилей, как вы можете видеть. Следующий пресет Omnisfera. Вот этот. Возможно, мы его даже не будем использовать. Nexus. Очень-очень редкий звук. Но я уверен, что вы его найдете. Кроме того, как только 2K Lucas'a в проект в паблике ВК. Все как обычно. Так что вам даже искать ничего не придется. Просто жмакай лайк, получай проект, ковыряй, смотри, наслаждайся. И еще сегодня поговорим про одну интересную тему, но об этом позже. Начнем мы с мелодии. Да, конечно, она самая интересная в этом бете. Возможно, стоило оставить ее на конец. Но если не начать с мелодии, то удар нам будет очень грустно и одиноко. Так что давайте начнем с мелодии. У нас будут базовые простенькие аккорды. Вот такие. Дальше. Вот такие суперсложные аккорды. Это у нас чуть-чуть транспонированные. Фа мажор и ми минор. Теперь их растянем на нужную нам продолжительность. И напишем простенькое арпеджио. Вот это базовая часть мелодии. Вот такая вот лямбда получилась у нас. Вот три ноты из аккорда, потом то же самое, только не снизу вверх, а сверху вниз. Ничего сложного. Далее у нас будет более интересная часть, потому что у нас будет и Gross Beat, естественно, но для начала нам нужно к Gross Beat все это дело подготовить. Только это тоже сократим для удобства. Мы это потом будем продлевать, но сейчас мне удобнее, чтобы прописать, держать их в таком состоянии. Итак, Ctrl-A для начала. Теперь нужно продлить как минимум нижние ноты и вообще почти все ноты. Сейчас это довольно нудный процесс. Вот все. Я думаю, что не так звучит? Теперь она пора окна выше. Эта мелодия чем-то похожа на мелодию в стиле Lil Skies, потому что она тоже такая немножко грустненькая, но довольно интересная. Вот как-то так. Так, теперь нам нужно это продлить на следующий паттерн и здесь делать какую-нибудь пару изменений, чтобы мелодия чуть вниз уходила. На каждый аккорд мы написали настолько, ну не сказать, что прям суперсложную партию, но она довольно интересная. То есть у нас сначала идет арпеджио наверх, и вот когда оно вот в таком состоянии все продленное и выглядит, ничего не понятно. Но тем не менее, смотрите, вот у нас идет арпеджио наверх, потом вот идет арпеджио вниз. Здесь у нас интервальчик, но вот арпеджио идет вниз, потом резко наверх и... Здесь на втором аккорде нечто подобное, то есть арпеджио наверх, потом опять же арпеджио вниз. И да, это не мелодия из Moonlight, поэтому я ей сказал, что это вольная вариация, потому что без понятия какая там мелодия, ее невозможно, по-моему, подобрать, потому что там мелодия плюс gross beat и все это вместе дает такое интересное звучание, но при этом совершенно неразборчивое. Поэтому просто я взял и написал нечто по настроению подходящее под этот трек. По-моему, у меня получилось. Давайте перебросим это на второй инструмент, но для него мы используем только нижние ноты. И вот это все верхнее мы отпилим. Вот такая получилась мелодия. Давайте перейдем к ударным. И самое интересное в ударных это что? Это хэд. И поэтому мы перейдем к нему в последнюю очередь. Первым будет рим. И здесь вот пробежка суперсложная, но она с заковыркой. Она вот такая. Переходим в раздел pitch и правой кнопочкой так тянем и... Вот. А вторая тошно, то тошно такая же, только сверху вниз. Можем отклонировать, чтобы было удобнее. И копировать на второй наш рим. С клэпом все еще проще. У него самый простой паттерн в мире. Ну давайте кик тоже пропишем, раз уж мы и начали. Так. Кик прописали. Да, я понимаю, что мелодия пока не до конца соответствует вашим ожиданиям. Но про ее интересную штучку я расскажу чуть позже. А пока давайте сделаем хэд. Они тоже довольно интересные. А они звучат вот так. Переходим в одну треть. И сейчас делаем Ctrl-U. Бат. И вот так. Все. Переходим в line обратно. Это переводим в line. Копируем сюда. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Я перевел пробежки на один полутон вниз. Для того, чтобы просто было удобнее потом их редактировать. А редактировать мы их будем. Вот и весь паттерн хэдов. Но это не все. Давайте разбираться с их панорамой, с их питчем и так далее. Во-первых, там каждая пробежка, она движется по питчу. И можно сделать это вот так вот, например. Но можно сделать это еще одним способом. Вот так. Заходим сюда в раздел Fine Pitch и делаем правой кнопочкой мышки вот так. Можно делать поменьше, посильнее, как вам угодно. С питчем разобрались. Кстати, по-моему, там еще основные звуки хэда тоже немножко изменяются по питчу. Давайте их подвигаем. Например, вот я хочу вот так вот. То есть, чтобы после пробежки шел такой звук чуть повыше, а потом остальные были чуть-чуть пониже и все чуть-чуть разные. Теперь давайте панорама. Во-первых, основные звуки тоже чуть-чуть подвигаем туда-сюда и стороны в сторону. Пробежки тоже мы подвигаем по панораме, тоже правой кнопкой мыши. Сделаем им движение. Сделаем вот так. Так. И это тоже будет с другой стороны. Вот так. Панораму сделали, velocity, ну и velocity тоже. Поддергаем. Первая будет потише, вторая погромче. Даже вот так вот. Вот. И все, и вот и весь паттерн хэдов. В общем-то все ударные готовы. Нет, еще 808 бас. Но в нем нет ничего интересного. Ничего сложного, точнее. И самое главное, самое главное. После того, как вы все это подвигали, не забудьте все это сбросить. Так вот нажимаем alt и левую кнопку мышки сюда шлеп и все сбрасывается. С панорамой так нужно сделать, так нужно сделать с питчем. Вот и весь бас. Там максимально простой паттерн баса, без слайдов, без всего. Просто вот такой вот бас, как бас. При этом даже никак не перегружен, но мы все равно подогреем его сосиской. Жмакните лайк, если вы тоже любите подогревать сосиской, любите подогревать сосиски. Если вы просто любите сосиски или сардельки. Неважно. Идем дальше. Можно октаву вниз перебросить. Так, давайте все это теперь сбросим на микшер. Вообще все. О, забыл. Нажды еще синт прописать. Вот так он прописывается. Он ориентируется в основном на партию кика. Вот и все. Прописать. Теперь все это сбрасываем на микшер. Выделяем. Идем на микшер. Ctrl Shift L. Бац. Можно на самом деле эти звуки совместить. Хотя давайте лучше сделаем групповый канал. И тут начинается самое интересное. Берем Gross Beat. Вот мы открыли плейлист. Добавили сюда этот паттерн. Я поставил Gross Beat. Даже выбрал пресет. Но я хочу, чтобы пресеты менялись. То есть один так звучит один пресет, второй так звучит другой пресет. Для этого мы делаем следующее. Жмем сюда правой кнопкой мышки. Жмем Create Automation Clip, конечно же. И вот он, наш клип автоматизации. Я хочу, чтобы вот этот пресет, который я выбрал, звучал первым. А вторым я хочу, чтобы звучал вот этот пресет. Для этого мы идем сюда. Жмем Copy Value. Там заканчивается первый такт. Жмем правой кнопкой мышки. Жмем Paste Value. Создаем новую точку в том же месте. Выбираем этот пресет. Жмем на него Copy Value. Жмем сюда. Paste Value. Жмем сюда. Еще раз Paste Value. И все. Готов клип автоматизации. Теперь отпиливаем лишнее. И продлеваем его на весь наш паттерн. И смотрим на результат. И вот смотрите, они меняются. Один так звучит один пресет, другой так звучит другой пресет. И сейчас я быстренько все это сбалансирую, чтобы вас не отвлекать этим. Потому что тут не будет ничего сверхъестественного. Я подогреваю бас сосиской. Настрою громкость. И все. Так. Вот в общем-то все. Давайте я подробно расскажу про обработку нашего основного инструмента. Ну как бы сочетание инструментов. В первую очередь это сосиска. Чуть-чуть подогрела. Потом Endless Smile вот с этим пресетом. Я хотел сказать No Limit. Да. На 19%. Потом параметрик. Вот с такой вот суперсложной настройкой. Ничего интересного. Просто подрезал низы. Убрал немного гундеж. И чуть-чуть совсем-совсем вверх отрезал. И вот такая вот настройка пресетика. Один стереоконтрол. Вообще топовый плагин. Мне нравится. Потом Nexus. Stereo Shaper. Deriver. Все остальное. Больше ничего не обработано. Кроме на Clap Stereo Shaper. На Head Stereo Shaper. На 808 басе. Сосиска. Подогретая чуть-чуть. Параметрик второй. И Soft Clipper. И все. А, ну и на мастере чуть-чуть Ozone. Я надеюсь, что мне удалось передать атмосферу вот этого трека Moonlight. Он такой немножко грустненький. С какой-то немного задорной ноткой. По-моему, мне удалось. Если вы и так считаете, то обязательно напишите об этом в комментах. Если вы так не считаете, то тоже напишите об этом в комментах. В конце концов, я постарался показать вам довольно интересный способ работы с мелодией. Постарался показать вам, как можно интересно разнообразить свои gross beat-паттерны. Ну и как поработать интересно с хэтами. На этом все. С вами был Стас Гарф Шпрот. И обязательно ставьте лайк, если было полезно и интересно. И дизлайк, если не интересно и бесполезно. И, как обычно, напоминаю, что у меня есть видеокурс. Недавно обновленный. Cloud Rap 1.2. Он состоит из трех частей. Первая часть по клауду. Вторая по трилу. И третья по трепу. Все три части от А до Я. От набора сэмпл. До готового быта. Со сведением. С мастерингом. Со всей фигней. Также курсу предлагается участие в закрытой группе. Ссылки на VST. Все материалы из курса. И курс для начинающих. На случай, если вы вчера открыли FL Studio. Курс стоит 3290 рублей. Напишите мне. Ссылка на меня в описании, чтобы заказать видеокурс. Закажите его прямо сейчас. Напишите мне. И подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. А если подписались, то за сандальти со всей дури по колокольчику. Обязательно за сандальти по колокольчику. Вы же нормальные парни. Нормальные парни сандалят по колокольчику. Ииии все. Пока. Пока.